Величие космоса и таинственность Земли всегда вдохновляли людей на поиски удивительных образов и необычных природных явлений. Одним из таких феноменов стала фотография, сделанная с борта Международной космической станции МКС, на которой запечатлен гигантский вулканический кратер Тру-Онатрон в Северном Чаде. Этот кратер, благодаря уникальной природе и оптическому совпадению, при взгляде сверху напоминает мертвеца или, точнее, череп, устремляющий взгляд в небо. В этой статье подробно рассказывается о происхождении кратера, его геологическом и историческом контексте, а также о том, как космическая съемка помогает раскрывать тайны этого удивительного объекта. Кратер Тру-Онатрон, или как его называют на французском и в местных диалектах, это действительно крупная природная загадка, которая притягивает внимание ученых и путешественников уже многие годы. Его название происходит от французских слов Тру-Онатрон, что можно перевести как «натронная дыра» и местного тела, языка народа тела, который называет его Дунарей – Большая дыра. Этот гигантский кальдерообразный кратер расположен в глубине Африканского континента, внутри горного комплекса Тибести, протянувшегося более чем на 480 километров через север Чада, соединяясь с ливийскими пустынями на севере. Это один из наиболее поразительных регионов Центральной Сахары, являющийся частью одной из крупнейших вулканических зон на планете. Образовался Тру-Онатрон сотни тысяч лет назад в результате серии мощных вулканических извержений. В течение этого периода магма, поднимающаяся из глубоких слоев земли, прорывалась через земную кору, вызывая взрывы, выбросы лавы и пепла. В конце концов, эти извержения создали огромную кальдеру – глубокий овальный или круглый котлован, окруженный остатками лавовых потоков и шлаковых конусов, образовавших его контуры. Изучая геологию Тру-Онатрон, ученые пришли к выводу, что образование кальдеры происходило в эпохе, когда Земля испытывала интенсивные вулканические активности. На глубине магма накапливалась и приводила к мощным взрывам, выбрасывающимся с огромной скоростью. В результате эти взрывы образовали яму с диаметром порядка километра, в которой сегодня находится уникальный ландшафт. Вулканические шлаковые конусы и остатки лавовых потоков, окружающие центр кратера, свидетельствуют о непрерывности процессов вулканизма в регионе. Хотя сейчас активность снизилась до минимума, ученые считают, что полностью опасных процессов здесь не исключают, и этот район все еще остается потенциально опасным. В этом контексте важным является расположение рядом с горячим вулканическим комплексом Тарсо-Туссида. Этот стратовулкан, покрытый застывшей лавой, считается потенциально активным и может вновь проявить свою деятельность, что создает важный интерес для вулканологов и сейсмологов. Интересно отметить, что геологические исследователи установили наличие многочисленных кратеров, шлаковых холмов и зон с высоким содержанием натра, формирующих одну из самых больших и хорошо сохранившихся кальдер земной поверхности в Африке. Несмотря на современную суровую пустынность, кратер Тру-Онатрон скрывает удивительные следы прошлых эпох. По археологическим и палеонтологическим данным, когда-то здесь находилось крупное ледниковое озеро, которое на миллионы лет было важнейшим источником воды в регионе. В 1960-х годах ученые открыли здесь окаменелости морских улиток и планктона возрастом около 14 тысяч лет. Это свидетельство того, что в недавнем прошлом климат региона был значительно более влажным и благоприятным для развития морской жизни. Кроме того, археологические раскопки, предпринятые в 2015 году, обнаружили многочисленные останки водорослей длиной более 120 тысяч лет. Эти находки свидетельствуют о том, что в далеком прошлом здесь существовали крупные водоемы, частично заполняющие кальдеру, и климатические условия позволяли существовать в сложной экосистеме. Эти открытия помогли ученым понять, что процессы вулканического формирования и изменения климата в регионе взаимосвязаны. А кратер не только свидетельство геологических процессов, но и хранилище следов древней жизни. Исследования показывают, что формирование кальдеры, а также ее дальнейшее превращение в засушливую соляную пустыню, происходило в течение последних сотен тысяч лет. Эти перемены от влажного и благодатного прошлого к современным суровым условиям хорошо иллюстрируют масштаб природных изменений, происходящих в Сахаре и на Земле в целом. Самое удивительное в кратере Тру-Она-Трон – это его визуальный образ, который с орбиты напоминает крупный череп с вытянутым лицом, глазами и ртом. В чем же причина этого феномена? Объяснение простое и одновременно поразительное. При наблюдении сверху белый натриевый слой, образованный из расплавленных солей, и шлаковые холмы вокруг образуют черты лица. Белесая корка. Трещинки на поверхности создают эффект потрескавшейся кожи или краски, что напоминает череп. Темные участки слева от лиц К. А лица. Это тень, отбрасываемая высоким краем кальдеры, усиливающая иллюзию глубины. Этот эффект усиливают скульптурные формы холмов, образующие глазницы, нос и рты. Поскольку эти элементы хорошо видны только при дистанционном взгляде, с высоты орбиты или из космоса, образ становится особенно ярким в фотоснимках космонавтов. Это явление вызвало интерес не только у научных кругов, но и у художников, фотографов и астрономов, которые используют подобные формы как пример того, как природные и геологические процессы способны создавать мистические и мистически похожие образы. Кратер Труонатрон не единственный мистический череп на Земле, видимо из космоса. Интересен, например, полуостров Чилтепе в озере Монагуа в Никарагуа. Там внутри кальдерных озер расположены вулканические структуры, которые при просмотре с орбиты имеют сходство с черепами и лицами. Эти природные памятники вызывают ощущение, что Земля сама по себе – это живописная картина, сотворенная из сил природы. Несмотря на то, что такие формы вызывают захватывающее ощущение мистики, специалисты подчеркивают, что большинство из них – гармония геологических слоев, результат взаимодействия потока лавы, минералов и времени. Не все из них так впечатляют и поучительны, как «труон-а-трон», но все они свидетельствуют о глубине и богатстве земных процессов. Современные технологии наблюдения из космоса позволяют исследовать равнины и горы, вулканы и кратеры, что раньше было недоступно. Детальные снимки, получаемые со спутников и орбитальных станций, помогают понять динамику изменений планеты, отслеживать опасные вулканические процессы и изучать особенности формирования рельефов. «Труон-а-трон» служит примером того, как взгляды с орбиты могут раскрывать невидимые с Земли детали. Его форма и структура явно проявляются только при взгляде сверху, укрепляя мысль о важности космических исследований для понимания своей планеты. Космос и сегодня остается главным источником информации о земной поверхности, помогая ученым отслеживать климатические изменения, разрабатывая стратегии по сохранению природы и предотвращению природных катастроф. Кратер «Труон-а-трон» — это не просто геологическое образование или часть природного ландшафта, это более глубокое свидетельство невероятных сил, действующих в недрах Земли и ее постоянных изменений. Он показывает, как мощные вулканические процессы могут оставить после себя следы, которые при взгляде сверху напоминают лицо древнего монстра или череп. Эти изображения подчеркивают красоту и мистику планеты, стимулируют интерес к ее геологии, экологии и истории. Он также служит напоминанием о том, что Земля — живой и динамичный организм, вечно меняющийся под воздействием внутренних и внешних сил, и что именно космос с его методов наблюдения помогает нам лучше понять и оценить сложность и богатство этой планеты.